Всем привет! Сегодня в Германии, чемпионате Германии, один матч. В принципе, в Европе сегодня только один вменяемый матч. Да, это матч между Боруссией, Дортмунд и Фрайбургом. Вечером он будет. Вот. Так что в 5-й всего один матч. Мы его, конечно же, будем стремить. Вот. И вроде как Боруссия играет с каким-то там Фрайбургом. Не-не, ребят, Боруссия и Фрайбург находятся в одинаковой зоне невидимости. Да, вот таблица. На первом месте Бавария. И от нее Боруссия отстает всего уже на 6 очков. Всего на 6 очков. Вот. Но и там недалеко Фрайбург находится. В принципе, Фрайбург это какая-то непонятная команда. Реально непонятная какая-то. Играют непонятно какой-то в футбол. Да. Могут выиграть, могут проиграть. Вот от Армении они пропустили два мяча. Вот. В общем-то, абсолютно непонятная команда. Вот. Но и Боруссия стала непонятной командой. То есть, в прошлом матче Боруссия вырвала У Айнтракта в гостях. Матч со счетом 3-2. Хотя после первого тайма Боруссия проигрывал 2-0. И вообще никто ни о чем не говорил о том, что Боруссия вообще может отыграться. Потому что у Айнтракта было очень много моментов. Очень много моментов. На самом деле удивительно, что Боруссия отыгралась. И Холланд, кстати, не забил. Вот. Такая история, да. В общем-то, в общем-то, я думаю, Боруссия должна выигрывать. Должна выигрывать в этом матче. Я думаю, там будет счет где-то 4-1. Я здесь жду крупный счет. Потому что пора и Холланду хотя бы дубль сделать, да. А это уже два мяча. Но и Фрайбург тоже, думаю, забьет. Я жду там атакующий футбол. Еще такой момент. Вот я посмотрел по статистике, да. Вы в курсе, что последние два матча между этими двумя командами выиграл Фрайбург. То есть Фрайбург два раза подряд выиграл у Боруссии Дорган. Вот. Я думаю, пора бы Боруссии... Пора бы Боруссии выиграть там. Выиграть у Фрайбурга, да. И забить не менее двух-трех мячей. Вот. Вот такие дела. Еще такой момент, что в принципе, если Боруссия выиграет в этом матче, они до минимума сокращают очков до Баварии. То есть там будет три очка между Баварией и Боруссией. Да, у Баварии будет матч в Кёльне, но все равно, все равно это три очка будет. Вот. Поэтому Боруссию очень нужно выиграть этот матч, чтобы зацепиться за возможное чемпионство. За борьбу с Баварией. Хотя я в эту борьбу, конечно, не верю. Потому что Бавария, когда нужно, блядь, врубит нужную скорость и улетит вперед. Вот. Какие у меня будут прогнозы? У меня на этот матч будет много прогнозов. Аж целых три прогноза. Три. Вот. Первый, по-моему, прогноз, самый вероятный. Это количество ударов в створ больше 9,5. За коэффициент 1,75. Я считаю, что это очень мало для этого матча. Будет много ударов в створ и 10 ударов в створ, и это очень мало, на мой взгляд. Потому что я смотрел статистику ударов в створ обеих команд, там очень много. Там 12, 14. Ну, бывает и по 8. Ну, обычно 10, 10 там забивает. Бьют. Вот. Поэтому, на мой взгляд, наиболее оптимальная ставка на этот матч, это количество ударов в створ больше 9,5. За коэффициент 1,75. Хороший коэффициент, не правда ли? Вот. Это был мой первый прогноз. Второй прогноз, это индивидуальный тотал. Баруси Дортон больше 2, за коэффициент 1,8. Эту ставку я сделал в фонбете. Байтити нету там 2 ровно. Мне кажется, Баруси забьет 2. Но 2 точно не должны забивать. Точно. При этом, скорее всего, еще и сами пропустят. Но 2 должны. А так, я думаю, скорее всего, они трешку забьют. Фрайбук. Такой счет, что-то типа 3,1. Вот. Поэтому, невероятная толпа Баруси больше 2. Это мой второй прогноз. Ну, и третий прогноз. Третий прогноз, он необычный. Необычный. Плачьте ОЗшники. Плачьте ОЗшники. Мой прогноз, мой третий прогноз на это матч. Это обе забьют. Да. Кажется, это 1,66. Обе забьют. Обе забьют. Да. В общем, когда я ставлю обе забьют, они не забивают. Вот. Ну, ладно. В общем-то, я определился с тремя прогнозами. Повторяю еще раз, ребята, прогнозы. Первый прогноз это ударный створ больше 9,5. Второй прогноз. Диалюта у Баруси больше 2. Третий прогноз обе забьют. Матч сегодня начинает, по-моему, 22-30. Бум стримить матч. И бум тянуть. Нас вчера были стримы. Охуенные. Охуенный. Как мы стримили биатлон. Охуеть, как мы стримили. Как мы там поднимали бабло. Бабук уже ушел обиженный. Говорят, блядь, вы меня обграбили. У меня заказаться, закрываться. У меня нет денег, чтобы вам платить. Домачивая ставка зашла, блядь. И 3, 3, 3. 3 лайв ставки у нас зашло на биатлоне. Так что сегодня, кстати, тоже будет биатлон 16-30. Так что приходитесь, кто хочет, бабло поднимут. Ну а на футболе вчера 2 лайв ставки у нас зашли. 2 лайв ставки зашли у нас, да? Причем с хорошими кэфами зашли. Хороший кэф 1,9 были кэф. 2 коэффициента была, вторая ставка, да? До матчевой ставки нихуя не дошли. Вот. В общем, вот такой итог. В общем-то, ребята, на матч Боруси и Фрайбург я свои прогнозы дал. Смотрим матч. Надеемся, будет много атакующих действий со стороны обеих команд. Много голов, много ударов в створ. И встретимся все на стриме. У нас сегодня два стрима. В 16.30 и в 22.30. Всем пока.